Всем здравствуйте! Приветствую всех на канале Дачные Советы. И в этом ролике я хочу поговорить о заболеваниях растений. Дело в том, что сейчас у нас такой активный период рассадный наступил, и начинающие, особенно садоводы, стараются очень тщательно ухаживать за своей рассадой и невольно, в общем-то, могут потерять ее. Так как начинают старательно подкармливать, старательно поливать, этого делать ни в коем случае нельзя. И растение может заболеть, и, в общем-то, вся рассада может быть загублена. Во-первых, вот хочу я показать вам на примере вот этого томатика. Не знаю, видно его, нет, он маленький у меня. Какая должна быть рассада? Листики должны быть зеленые и упругие. Вот видите, если я их начинаю тормошить, они, в общем-то, видно, что упругие. Если листики у вашего растения светлого цвета, и вот они как обмякшие, как тряпки, вот так вот висят, это говорит о том, что, скорее всего, на растение корневая гнель. Как в народе говорят, а вообще это фузыриозное увядание может быть. И, в общем-то, при поливе холодной водой, либо при частом поливе, либо при частых подкормках, можно, в общем-то, привести, может это привести к тому, что начинаются грибковые вирусные заболевания. Ну, чаще всего, конечно, грибковые. Поэтому, я уже говорила в ролике, вот здесь вот у меня лежат таблеточки для Аклогин. Всегда дома должно быть что-то под рукой. Если вы только увидели, что хотя бы одно растение, вот обвесили листики, принимать нужно срочные меры по спасению всей рассады. Иначе могут погибнуть все растения. Что мы для этого делаем? Дома всегда должно быть либо должен быть препарат, либо агат. Это, как я уже неоднократно говорила, биопрепарат с фунгицидными и ростостимулирующими свойствами очень хороший. И, на мой взгляд, это самый сильный на данный момент у нас препарат. Либо таблеточки гриоклогин. Вот их я бы поставила на второе место. Вот они в таких бывают коробочках. И с другой картинкой я уже тоже их показывала серого цвета. Либо, если у вас нет ни агата, ни гриоклогина, тогда сухой фитоспорин паста не применяется в этом случае. Так как, если растение уже, допустим, заражено корневой гнилью, да мы еще начнем поливать, то есть это все усугубляется. Тогда фитоспорин сухой. Как мы пользуемся? Если агатом, если растение заболело, мы им опрыскиваем, не поливаем, так как ком земли влажный. После того, как ком просох земли, можно будет и полить агатом. Если гриоклогином мы пользуемся, прямо раскрошите таблетку по грунту, но тут уже желательно на одно растение одну таблетку примерно раскрашивать и аккуратненько зубочисткой зарыхлить. И точно так же фитоспорином сухим можно пользоваться. То есть рассыпали, но еще раз говорю, на мой взгляд, фитоспорин один из более слабых из этой тройки препаратов. Он медленнее всего поможет. Не так быстро, вот быстрее все-таки гриоклогин, либо агат помогают. И что я еще, на что хотела обратить внимание, не старайтесь часто поливать рассаду. Обязательно, в чем у вас там растет, допустим, либо в таблетке, либо в горшочках. Грунт обязательно должен просыхать. То есть не нужно поливать так, чтобы постоянно ком земли, либо таблетка были сырые. Вот, допустим, поливаю я рассаду, да, таблеточка у меня на данный момент влажная. В следующий раз я полью ее, только когда она будет полностью сухая. Точно так же и в горшочках. Я вижу, что грунт полностью просох. И тепленькой водичкой я поливаю. Не нужно ее держать постоянно рассаду, ком земли во влажном состоянии. И точно так же не нужно стараться вот прям без конца подкармливать, особенно маленькую рассаду. Рассаду, допустим, перцев, баклажанов, томатов, да и, в общем-то, и цветов. Я, как правило, начинаю подкармливать уже после где-то полутора месяцев, а чаще даже после двух месяцев. Первую подкормку я могу провести только кальциево-селитры, это когда будет месяц растения. А так вот, ну, никаких подкормок я не провожу. Вот у меня сейчас выращиваются баклажаны, перцы, тоже никаких подкормок, только вот при пикировке HB-101 я применю. Дело в том, что в такой ранний период растениям подкормки, в общем-то, не нужны. Пока им всего хватает в том грунте, в котором они посажены, корневая система еще небольшая, и растение просто может не справиться с переизбытком удобрения. Поэтому стараемся томаты, баклажаны и перцы лучше, конечно, до двух месяцев ничем не подкармливать. Но с поливом обязательно быть очень осторожными, аккуратными, не переувлажняем почву, и вода всегда, вот я поливаю только очень теплой водой, не ниже 30 градусов. Если у вас агат, и растение болеет, и в наличии есть агат, то при лечении я его развожу 3 маленьких деления, то есть 0,3 мл на литр воды из такого расчета. Но так как на литр воды не нужно, то я где-то на стакан развожу одно маленькое деление и опрыскиваю. Но там смотрите тоже, сколько у вас рассада. У меня вот пока на данный момент нет столько рассады. И еще раз хочу напомнить, для того, чтобы не было у вас никаких грибковых заболеваний, покупаем качественные грунты, и обязательно перед посадкой дня хотя бы за 4, вот я всегда его готовлю. Потому что всякое бывает, и даже в хороших грунтах может появиться грибок. Даже у добросовестных производителей. Поэтому я проливаю всегда агатом. Можно также внести глиоклодин, если он у вас есть, либо фитоспорин сухой, если он у вас есть. То есть не ленитесь, и не думайте, что все будет замечательно. Все мы надеемся на то, что будет очень хорошо, но подстраховаться лучше обязательно нужно. Лучше внести для подстраховки. Я вот боюсь даже вообще, если я ничего не внесла в грунт, я лучше садить не буду. Но обязательно мне надо чем-то обработать грунт, потому что бывает всякое. И чтобы не потерять рассаду, лучше, конечно, внести это все заранее. А так, если только увидели первые поникающие листочки, сразу-сразу крошите немедленно глиоклодин в таблетке. Это может спасти рассаду. И остановитесь в поливе. Надеюсь, что все у вас будет замечательно. Никаких болезней не будет. Будем выращивать красивую, здоровую рассаду. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok